Девушки отдыхают Разберемся с одной ситуацией У нас тут разбойники местные обитают И нам сказали их красиво, так сказать, убить Поэтому сейчас постараемся их убить А после я расскажу ситуацию, которая у нас там в деревушке произошла В принципе все не очень-то плохо Но ряд проблем появился, их нужно решать Так что будем их решать Блин, я буду верить, что там у разбойников есть костер в их лагере Потому что если его нет, то... Но блин, у меня двуручный меч, как бы он для двух рук Я как бы не могу брать сразу и факел, и двуручник Ну то есть у меня всего две руки, как бы это... Немножко меня стесняет в возможностях, я бы так сказал Как бы ну двуручный меч, он для двух рук Ну это логично, из названия как бы исходит Хотелось бы повоевать как бы по-нормальному Так, развилки, бляха, тут еще и потеряться можно Вроде бы недалеко находится А хер проедешь Тут какой-то лагерь, кстати, справа от нас Тайный, так и хочется его пойти посмотреть Вдруг что-то важное, подождите Ёлки-палки, а что у нас здесь? Блин, вроде бы места такие приближенные к нашей столице Кратая, но мы здесь никогда не были Что у нас здесь за вопросы-то такие? Ага, немножко я уехал Подождите Там какие-то помещения? Сейчас еще один лагерь будет, здесь вообще хери просто Типа второй лагерь разбойников в одном месте Два лагеря, типа, ахер ли нет? В этой жизни все возможно, ёптвоё Ага, вот так Алхимический А, это второй до алхимички Вот это неплохо Вот это неплохо Мне нужна одна штучка Очень редкая в наше время Так, стоп-стоп-стоп Она, походу, спит, да? Она спит Так, подождите, проверим Травник, да А ты думал, что она всего одна? Там, конечно, в столице врата есть местный лекарь Но он, к сожалению, не продает, скажем так Запрещенных вещей Он только всякие таблетки там и так далее Да, она спит Я на честной территории Простите, мы... Опа Блин, у неё тут... Тихо-тихо-тихо Всё-всё-всё-всё-всё Я ухожу Спите, мадам А сейчас небольшая будет резня Тут у вас под боком С этими, с бандитами Я вас обокрасть не хочу То есть вообще Даже не было помыслов Привет-привет Я, наоборот, рад, что вас нашёл, мэм Потому что Мне нужен краснобай Просто пипец как Ибо сейчас будут переговоры С одними ребятами А у меня красноречие Просто на нуле Там сейчас такие планы Грандиозные Это после разбойников Я, так сказать, всё расскажу Так, ладно Погнали Где разбойники? Ребята Что-то вы лагерь разбили В какой-то жопе Кстати, не видно Ни огня, ни хера Мне это не нравится, блин Оп, тихо А, это луна Я думал, там какая-то засада Наверху парень сидит Думаю, лучник Ни хера себе Эльф Но нет, показалось Блин, как-то стрёмно Честно А, вот огонёк Ну всё, как говорится Понеслось У нас есть что-нибудь там Сейчас, не знаю Чтоб нам Нам это помогло Как же челапки Живая вода Краснобай Артемизия Две настоечки Так Жри Не-не-не Именно жри В себя В себя, братан Всё Сейчас будет У нас же, блин, жизней Что-то нихера Блин, я не поспал Ну, тяжёлый день был Рабочие деньги добывались Ребята Оп Блядь, я прям в лагерь вломился Ууу, это проблема Это проблема Убери Убери каку Бери в две руки Достава Да ты что, дурак? Достань меч Ух ты сука Это была ошибка Это была Блядь Ошибка с твоей стороны Просто минус Оооо Кровавая рука врубилась Отлично Новый навык, ребята Теперь у меня есть Кровавая рука Плюс садист Короче, я когда убиваю Первого парня в схватке И пускаю кровь второму Всё, я там типа на плюс Бусте На плюс 200 к силе Готов ёбла ломать Просто, блядь В расход Это О, блядь Пропустил У него меч херовый У меня не пробил ни разу Это радует Да что? Да пердоль ли? Сам ты да пердоль ли, бля Слышь, ты чё обзываешь? Давай дерись Нормально, блядь Ох, сука Блин, как же Как же Моя миланская бригантина Та тащит просто А мне бьют А мне как бы похер Представляете Вот это Вот это Ну а Ой, сечка снизу Сечка сверху Ну пиздец, пацаны Всё, хороните, блядь Похороните молодого А он, кстати, почти сдох У меня жизни нихера нету Ха-ха Он ещё смеётся Ты посмотри на него Тебе смешно, да? Ты почти сдох А тебе смешно? А снова у you Ох, вот это сейчас Вот это сейчас было не очень Это сейчас было неприятно Он попал в шлем У меня шлем тоже непробиваемый Пиздец, пацан Ну просто Ммм, сука Щитовики вонючие Блин, то поранит нормального Чтобы эти щиты ломать Просто задолбали Да всё, да всё Да хоронись ты уже Хоронись Фух Так, у вас здесь всего трое было, что ли? Слушайте, это было Это было прям эпичненько Ну, блин Навыки, конечно, здесь решают Просто у меня теперь кровавая рука есть Это, то есть Я после, так сказать На кураже После убийства первого парня Получаю там плюс Две, по-моему, единицы силы Плюс садист Это если я пустил кровь Там ещё плюс две единицы силы Потом ещё открою себе берсерка Это если жизни мало То вообще, типа, превращаюсь Просто в Рагнара Лотбрука И, типа, начинаю ёбла ломать Так А где эти Потрясающие ребята Которых я здесь убил Вот, блин Теперь их ещё и хер найдёшь А у них же уши Ребята Ну, где же ушки Ну, где же ваши ушки Давай поднимем ушки И будем танцевать А, тихо нашёл Так, мне нужно Да, спасибо за ухо Дешёвое вино Ну, заберу Почему нет Нормальный ценник Нормальный ценник Нормальный ценник Продать можно Шкура кабана Брать не буду Ну, кто-то говорил Да, там что-то есть Подождите А твой раскаленду Сейчас, сейчас, друг И тебя тоже завалим Не убегай Опа, кубок за 35 Вот это неплохо Вот это мы неплохо зашли Перчик Опа Опа, тихо-тихо-тихо-тихо Дружище Бля, ты что, дурак, что-то Ну, куда ж ты полез Ёб твою мать Вы это видели? Божечки Он, он заблокировал Мой удар сверху Своим маленьким ножичком Но его, блядь Его сломало просто У него там, наверное Кость в руке В 15 местах Просто сломалась В труху Потому что мой удар сверху Это, это что-то страшно Я иногда щиты им проламываюсь Там, там какой-то шанс Есть, по-моему, 10% С помощью которого я Проламываю щиты Я глушаю соперника Но, короче, пацана просто Просто зашел в битву Весь такой, знаете, на эмоциях Типа, сейчас я буду мстить Пропускаешь первый удар Тебя, блядь, просто всего ломает И понимаешь, что, как бы, это все Это фенито ля комедия Так, вот он, местный лидер Ухо, шпоры Ооо, закрытый пациент 306 Кольчужный койф Спасибо, что ты есть, мой пупсик Деньги мне для Моей, так сказать Деревушки очень нужны Спасибо А где твое, кстати, оружие? Подожди У вожаков обычно очень дорогое оружие Вот, 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 вот Да мне нужен Да нет, не щит Кинжал Так, друг Спасибо Можно мне кинжал забрать? Да кинжал забрать Да какой приготовить? Зараза Зажопил кинжал Ладно, можно поесть Хотя бы пока что Так Что у нас здесь по сундучку? Скажите, ну это, это херня Типа легкий замок Не напрягаемся Вообще ни разу С нашим-то навыком Я вскрываю все Кроме очень сложных Которые очень сложные А здесь нихера нет Ну, для навыков Скрыл и в принципе сойдет Мы там понасобирали уже кубков Поэтому Все более или менее нормально Так что у нас здесь Нихера понаворовалит Слушайте Че? Опа Еще один пришел А где он? Подождите Опа, опа, опа Тормозуй Тормозуй, братан Да твою-то мать Где мой конь? Коня, быстрей ко мне Родная А, все Ёп твою мать Он убегает Тормози Сука Куда он свалил-то? Деньги Уши Мне нужно твое ухо Отдай ухо И можешь уходить, братан Просто уши нужно отдать сотнику Бернарду Для денег А он лучник Тычок Тычок в подмышку Блять, тут такая местность Ай, не для лошади Ой, ну все Все, пропустил Да, пропустил Все, потек Ярик Бачок Потек Бачок Если его голова потекла Немножко кровоизлияние в мозг Блять, там все дела Там второй подошел Да ладно Откуда у вас здесь Мне кажется, это вообще не те разбойники Мне кажется, это просто здесь местный Хулиганьок Который из-за леса шаталась Да сдохни ты Да ёб твою О, все, все, все Ну все, это точно Ярик и бачок потек Это Ну это, ну братан Ну откинься ты уже Да ёб твою мать Да все Ну в смысле С чего ты С чего ты Сделан Да ёб твою Ярик Ярик Успокойся Ну все Херово тебе стало Ну кровь течет Блин, ну Зараза же Ах Да ёб твою Мать Да Откидывайся Говорю тебе У тебя три Кровоточки Это просто Какой-то пиздец Что за баталия Опа Ебать Ещё лучник Ты смотри на него А где предыдущий Я потерял его Из-за тебя А, стоп Не потерялся Нормально Сейчас мы с вами Тоже расправимся Ребята Я никого не упущу Я Поклялся Так сказать Очистить этот Глез Перед ротаей От злых Злобных Злых Дядей Разбойников Вы что Воруете У женщин И детей Еду Ещё Пацаны Ааа Вот он Второй Лагерь Бляха Слушайте Мы сейчас Нарвёмся На неприятную Засаду Так сказать Я не хочу Воевать По темноте Блин Стой Подлюка Да ты К нему Блядь Нихера Он просто Вертикально Подымается Ты как это Делаешь Блядь Что за Херня Сука Умри Оооо Как же Ты меня достал Да всё Как Как ты живёшь Ребят Я не знаю Из чего он сделан Возможно Надолбался Отвара Календулы Там просто По самой Не хочу Там просто Авториген Сейчас на уровне Ааа Я не знаю Даже кого Блядь Рагнароса Грёбаный Ты Жесть Какая-то Так Спокойно Спокойно Надо сейчас Просто сил набраться Я просто Спать хочу Как бы Да Согласен Сил у меня Мало Потому что Я не поспал Нормально Ну всё Ну всё Ебать Откидывайся Наконец-таки Бля Он ещё Он от меня ещё После смерти убегает Ну ёп твою мать А вон Кореша его С факелом идут Сейчас мы С ними тоже поговорим Подожди Ты что думал Так Уши есть Уши есть Тесачок Да Всё забрать Это единственная проблема Надо сейчас Всё быстро скинуть В лошадь Опа Кубок Опа Календал Я говорю У неё была Календал Слушайте Я прям как чувствовал Яблоко Так Тихо Теперь пока нету Битвы Быстро Открыть Доспехи Бассейн На лошадь На лошадь На лошадь На лошадь На лошадь На лошадь Всё на лошадь Потому что Перегруз Сделает нам Слишком Битву нашу Плохой Всё Готов воевать Где ты там Своим факелом Вонючим Я иду Ты думал Я тебя брошу Что ли Не-не-не-не-не Ебать А ну он Лучник Да куда там Ой Ну друг Ну не Ну этот Как бы это Ну Да Это За что Это ребята Парень Только что Спустился По карьернице Вниз Знаете ли Не пошло У него Что-то В разбойничестве Как-то В гору В гору Шел А потом Что-то Хоп И улетел Куда А куда Бля Он еще и Замаскировался После смерти Ни хера себе Ухо разбойника Дешевые гроши Забрать Дешевые гроши Гроши не бывают дешевыми Они всегда хорошие Так 118 120 350 У него тут Слушайте Неплохой парень То оказался Дешевое вино Тоже заберу Всё Отвели дух Можно ребята Передохнуть Так сказать Неплохо повоевали Теперь Можно так сказать Так сказать Сказать Вот именно так Всю нашу историю Которая у меня В башке заложена Ситуация такая Я ребята Произвел реконструкцию Нашей церквушки Мы её отреставрировали За большие деньги Но пришлось Её ребята Снести Проблема в том Что церковь Это Ну это венец Створения нашей деревни Да А не начало И Как я потом узнал Мне нашептали Мои так сказать Эти Как их называют Из Пребославицы Ну мои Зочи Рабочие То есть мои Подопечные Сказали мне Что Дружище Для начала Надо построить Нормальные торговые точки Чтобы потом Появилась Деревня мощная Только потом Надо расстраивать Церквушку То есть церковь Это уже Ну это конец Это уже когда люди Есть Уже когда деревня Живёт Вот они там Посреди дня В полудень ходят На паломничество То есть это уже Когда есть деревня И мне сказали Что надо сходить В Таллимберские Каменные угодья То есть это угодья Пана Дэвиша И он разрешает Так сказать Дает добро нам На то чтобы Не получили камень У нас вроде бы Уже есть купец То есть у нас есть парень Который может отправить Повозку Поэтому мы по идее Можем здесь Закупить себе камня И наконец-таки Начать строить здания Которые требуют камня И то же самое Нужно сделать Ещё и с фермерами То есть нужно найти Где-то здесь В пределах Именно угодья Пана Дэвиша Какие-то поля Фермерские И именно там Закупить себе скота Или что-нибудь Типа такого Я вот пока Именно фермерские Поля не смог найти Но где-то Вот они должны Здесь быть Правда пока что Не ясно Вот Как бы камень Сразу был найден Да то есть Даже здесь какая-то Лисспилка была найдена А вот чтобы Ну вот может быть Здесь что-то Но не похоже Это на поля Именно животных Чёрт его знает Ладно потом разберёмся Кстати здесь не А ну здесь тоже Лагерь ресторубов Нет мне нужен именно камень Так ладно Сейчас отправляемся В Тальнберг Там поспим Поедим Надо будет скупаться Потому что Говорят здесь ребята Очень вредные С ними нужно Вот вести переговоры Иначе можно Влиться в копеечку Как бы да Вы представляете Мы как бы На территории Самого пана Дэвиша Это лично Его каменные Так сказать Шахты Но тамошние Правители Ну вот эти Владельцы шахт Не хотят нам Просто так Эти камни Отдавать Это просто Ну это Это жесть Так Кстати А может сначала Врата А ну да Мы сдадим Наверное сначала Уши Бернарду Да Слушайте Что-то я Нам всё равно По пути В смысле Я не могу сюда Идти что ли Шутка что ли Подождите Или у меня перегруз А нет Всё нормально Всё хорошо Ну туда поехали Короче Планов много Ещё надо поспать У нас энергия Просто на нуле Блин Поспать надо Поесть Там ещё Книжка у нас Ждёт Сейчас ещё Не дай бог Бабки кончатся В нашем Этом В нашей деревушке Там же ребята Сразу бзыкуют Они же не хотят работать Если нет денег По деньгам Очень сильно бьёт Деревушка Пока что Я не знаю Просто капец как Надеюсь В дальнейшем Как-нибудь Мы разовьёмся Потому что Тяжеловато Тащить на себе Такой груз Хотя бы На самоокупаемость Вышла Было бы неплохо Но пока что Мы там В жёстких минусах Опа Здравствуйте А какого фига Наш Главный Главный правитель Аратаи Не спит В такую ночь Позднюю У нас сейчас Большой минус Идёт из-за Этого Нашего Землемера Прям огромные Деньги Он забирает Нас Так Сэр Да я знаю Что не купался Что случилось Да я не очень Выгляжу Но это нормально Так Я с ним лагерем Разобрался Да Да вот Собственно Получили ещё Суточку Блин Мало денег На самом деле Даёт Так Сазавы Но Я понимаю Что мы зарабатываем Больше на ушах Шесть ушей Да это у нас По деньгам Там 210 грошей Плюс мы зарабатываем На том что мы Собираем этих ребят Ну вы поняли Всякую броню Амуницию Блин Там у него Сложный замок Есть Я сложные замки Могу вскрывать На раз два Прям Так и хочется Ломануть Но это было бы Нечестно Наверное По отношению К нашему Учителю Сэр Вы можете Отойти от моей Лошади Нахрен Что за люди Пошли Говорю Что-то Бубнит Падла Сам закрыл Мне проход Что-то Бубнит Тут урод Так Пойдём Поспим Где поспать Здесь или в Тальберге Сразу За ночь Приехать В Тальберг Чтоб Время Не вдуплять А нет Нас ночью Могут Сейчас Стопорнуть Эти Ребята Из Отрядов Гопарей А я в ночных Битвах Ну вообще Не силён Я конечно Понимаю Что дополнительные Деньги Все дела Или рискнуть У меня просто Жизней очень мало Сейчас Посмотрите На моей жизни Могу сейчас Лететь в какую-нибудь Так сказать Заварушку И отъехать Нахрен Это будет Неприятно Блин Или поехать Сразу в Тальберг Я не знаю Ай да Поехали Сразу в Тальберг Чё мы там Вот это сейчас Очковать будем Разбойников Мы ещё бояться Будем Ага Конечно Размечтались Найдём Повоюем Нехер тут Блин Как бы Ночью Надо доехать Там уже Поспим На месте Если какие-то Вопросы будут У разбойников Ну ничего У меня меч Святого Георгия Так сказать Два замаха И минус лицо Обычно Поэтому всё хорошо Надо чтоб не было Ребят Хорошей амуниции Потому что Всё-таки у двуручников Как и в принципе У всех мечей Кроме иглы От этой От Арии Старк Я продал иглу Я нашёл иглу Я её продал К сожалению Только она справлялась С большой амуницией Потому что у неё самый высокий урон От укола был Да Но тычками сражаться Это как-то По-бабски что ли Я не знаю Поэтому А найти какой-нибудь Топор жёсткий Не знаю Кратоса Блин Чтобы прошибать щиты И большую Жирную амуницию Тяжело Сражаться с Тяжеловесными ребятами Ну кстати Доехали без происшествий Так Всё Мы на месте А вот на замок Спать хочу Просто жесть Вы бы знали Как Вы бы знали Ребята Как я хочу спать Блин Мне бы ещё какие-нибудь вещи Для найти Обаяние 7 Красноречие 6 Я Я раздавлен просто Я сейчас раздавлен Просто До невозможности Обаяние уничтожено Потому что я Давно не купался У меня меч в крови Всё в крови Ай Жесть какая-то Блин Просто ужас Ужас Сказать даже Больше нечего Честно говоря Блин Надо Надо сейчас купаться Нормально Сходить Чтоб мне вещи там Постирали И всё сделали Потому что на это Это просто Это просто Невозможно Так Ребята За конём Последите пожалуйста Я понимаю Что он Не такой Благородный Как эти Но Но он тоже Хорош Так Где моя комната Личная Это не она Вот она Ооо Спать Хорошая Коечка Так Поспать Восстановление Энергии 50 57 60 До 2 часов Если я посплю Блин Мы не успеем Ни хера сделать На самом деле Там ещё несколько часов Уйдёт нас на Ну вот так Блядься Поспать Не на всю энергию На часть Восстановим Себя Удобство кровати Не очень 50% Блин Хоть бери Ратушу Себе строю На туре Более Более Хорошую Это прям Выбешивает Меня Потому что В моей Ратуши Тоже нет Кровати Для меня Я там Сплю Либо на полу В сарай Либо В этом На скамейке Возле котелка Ужас Ну вроде спать не хочу Слушайте Да Нормально Спать не охота Уже Уже Как говорится Уже нормально Что у нас там Да я понимаю Частная территория Не плачь Что у нас там По обаянию Ну немножко Получше стало Но все равно Я грязный Все равно Я грязный Надо птически Скупаться Так Добегу ногами Буду поднимать Себе живучесть Потому что там Через живучесть Слишком много Важных вещей Прокачивается Особенно Берсерка Очень хочется Поэтому сейчас До купальницы Добежим Кстати Торговец Местный Дружище Храни тебя Бог Торговать Есть кинзили у тебя Там Мне просто С карта Сокровищ Нет Не особо Не нужно Так Серебряный кубок Факел Денег у тебя Нихера Блин Как же мне его Жалко Просто ужас Насколько к нему Не хожу Он обитает В центральном замке У него Блин по деньгам Просто какая-то Жопа 10 30 Монет Вообще Никто ничего Не покупает Не знаю Бедняга Парень Врата Оборот Просто Там Сутки прошли У всех торговцев По плюс 3000 Там этих Грошей появляются Я конечно Понял Что там Как бы Люд Более богатый И людей Больше В принципе Да Количеством давит Но все равно Как-то из этого парня Совсем обидно Так Мадам Мне нужен Полный комплект Вообще Ну я В хлам Я несколько дней Просто Занимался Херней Так Мне полный комплект Искупаться Одежда Да Подождите Лечить раны Раны Мне не надо Лечить Я там В принципе Все нормально Побыть с девушкой Подстричься Побриться Блин Вообще Все нужно Давайте искупаться Одежду простирать Для начала Гроши Да конечно Есть Десять грошей Ну это копейки Так Так Смотрим Красноречие Обаяние у нас Просто повысилось До невозможных небес Да Все стало хорошо Меч отмыли Молодцы Неплохо Неплохо Так Побриться Побриться Воспользоваться услугами Слушайте Я не знаю Может реально Побриться Побыть с девушкой Так Польский Андеркат Восточный Мотив А есть Выбор Прически Или что Маменькин Сынок Польский Андеркат Слушайте Посмотрим О О Нифига Себе Вот это Я стиляга Слушайте Блин Мне нравится На самом-то Дель Вот эти Выбритые Виски Да Мне нравится Согласен Пока Оставим Так Да Оплата вперед Да конечно Конечно Заплатить Сейчас И надо еще Сейчас будет Побриться Мне А то Знаете Как бы Я Этот Рихтер А сам По себе Просто Ну Никакущий Ну То есть Некрасивый Вообще Соответственно Знаете Да У меня Конечно Очень Дорогие Шмотки Но Так Так Побриться Трубадур Богемский Герцог Богемский Герцог Звучит Охеренно Ну Не Знаю Не 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 Это Не То У нас Это не Так Называется Ладно Гордость Лесоруба Во Вот 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 Теперь Я Похож На Рихтер Жакайни Оставить Вот Теперь Я Просто Я Дальше Шлем Сниму Свой Нахер Мне Нужен И Вот Эту Штуку Тоже Сниму Чтоб Все Видели Мое Лицо Моя Симпатичная А Потрясающе Красивая Личика Так Красноречие Обаяние Все на Пределе Поэтому Сейчас Садимся На Нашего Конягу И В Каменоломню Ребята Решаем Проблемы С нашей Деревушкой Вот Теперь Я Реально Рихтер А не Хухры Мухры Там Какие-то Так Ехать Тут Недалеко Поэтому Сейчас Как-нибудь Доедем Прям Чувствую Себя Очень Хорошо А то Блин Мы Ходили Какие-то Не знаю Брэки Бомжорские Не знаю Ужас Просто Добрались Наконец Посмотрите Еще Врата И Может Там Вроде Купальня Даже Получше Может Там Лучше Стригут Черт его знает Но Здесь В принципе Тоже Неплохо Жаловаться Особо Не Начну Так Каменоломни Точно Словно Не Упасть А Ну Вот Да Да Я Помню Это Место Помню Помню Было Дело Было Такое Дело Так Ну Мы На Месте Сейчас Выпьем Краснобайчика Надеюсь Мы уговорим Этих Парней Немножко Скинуть Эта Цену А то Как бы Ну Это Просто Ужас По Работают Прям Сразу Обтачивают Камни В воде И все У них Красиво Так Сохранить Игру Отлично Пошли Попытаемся А Вот он Походу Этот Главный У них Где Мой Краснобайчик Не 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 В себя Прими Его Красноречия 13 А Давай Попробуем Поговорить С ним Да Подаст Тебе Бог Здоровья Чем могу Тебе Помочь Блин Я Не Снял Не Снял Кольчугу Ай Да Шо Ж Такой Это Ну Хотя Бороду Видно Знаете Или Бороду Все Красиво Так Хочу Купить Камни Пандавиш Сказал Что у вас Есть Неприятности А у вас Неприятности Есть Он Не Ошибся Изо Всех Этих Слухов Мои Каменные Глы Просто Стоят Здесь Точнее Даже Валяются А Че Случилось В смысле С Что на вас Все Свалилось Надеюсь Все Хорошо Закончится Но рано или поздно Все заканчивается Вообще Все это Попахивает Машинничеством И политикой А Понятно Ну примерно Я понимаю Чем шел разговор Короче говоря Кто-то А Можно еще раз Нет Вот Сплетнях Можно еще раз Поговорить Я так понимаю Можно помочь ему С этими сплетнями Разобраться Да То есть Может Какая-то скидка Будет нам Слушайте Хер его знает Кто-то Наклеветал на камень Я так понимаю Поэтому камень застаивается И его не покупает Но это очевидно Что камень не будет покупать Если предположим Камень крошится Да там Или Какие-то необромленные уголки У него там Ну черт его знает В монастыре Предошел несчастный случай И ходят слухи Что это случилось Из-за некачественного камня А не могли бы вы так Что один из камней Действительно Случайно оказался некачественным Нет Это просто слухи Может они решили Что до этой каменоломни Слишком высокие цены И нашли что-то другое Чтобы на этом Не крылось Я хочу все знать А Понятно Нам предлагают Я так понимаю Съездить в монастырь Не достроенный Где он там находится В Сызавель Что-то такое А там во время стройки Скорее всего Камень один нас обкололся И теперь на них Скидывают все проблемы Понятно Блин надеюсь У нас таких проблем Не будет В нашей деревушке Блин Как бы Некачественные камни Я хочу купить камень Для Прибославицы Да По порушению Пан Дэвиша Да Я надзиратель Чем могу помочь Пан Дэвиш решил Строить заново Прибославицу И поручил мне За всем этим проследить На пару землемеров Ааа Так это вы Слышал я В ладах Пан Дэвиша Что же вам надо Мне начали строительство На одной деревесине Как бы не хватает Нужно Камни Вам нужны Строительные камни Да Я смотрю Вы спустя рукава Ничего не делаете Но тут дело такое Мы уже отдаем Все камни Что есть На строительство Монастыря в Сазаве А ну вот Я был прав Угу Я из этих запасов Брать не могу Пан Дэвиш Будь недоволен Но мне очень нужны Камни Я наверное Мог бы пробовать Нанять еще Несколько рабочих Чтобы увеличить Добычу Но вот Доставлять камни Мы не сможем Даже из Сазава И то свои Ибоус гоняет Если у вас есть Кто-нибудь Чтобы перевозить Камни У меня есть торговец Он поручил Своим работникам Перевезти камень Чудесно Поговорим Тогда о цене Ага Так Смотрим на его У меня У меня Красноречие В 10 тысяч раз больше Вот я про это Ребята и говорю Что он там Падла Зажрался Просто в хламину Потому что Это камень Пана Дэвиша А он Падлюка Хочет его нам За деньги вталкивать Как бы Ищи рабочих И работай Ты как бы Он и так деньги имеет Но давайте будем честны Этот парень Поставляет камень Для строительства Монастыря Главного монастыря у нас Именно не церкушки А огромный монастырь Строится Даже не собор Монастырь Это как крепостное здание Там люди будут жить Там будет церковь Молитвенный дом Там Там очень большие доходы И вот он еще Жалуется на деньги Камни Ведь принадлежат Пану Дэвишу А? Да И камень нужен для деревни Которую он скорее Пожелает встроить Вряд ли наобрат Если камень Как бы Да Как бы Если камень будет дорогой Ваша правда Я учту это Внутри цены Угу Три тысячи Три тысячи Он требует сна Слушайте Но не так уж Много на самом-то деле Я хочу снизить цену еще Но я не могу продать камень Еще дешевле Мне людям будет нечем платить Если не прийти Мои цены Поговорить больше не о чем Аааа Ладно Принимаю Три тысячи В принципе сойдет До этого он предлагал Еще больше Ну по слухам Поэтому Примем три тысячи В принципе не критично Для меня Для Рихтера У меня 15 тысяч Есть в сумочке Да Ну блин Это Чудесно Мы начинаем отправлять Вам камни Которые всегда прибудет Ваш торговец Хорошо Фух Так С камнем разобрались Я так понимаю Надо ехать В нашу родную Прибославицу Сказать нашему купцу Чтобы он выделил Свою повозку Именно под камни На ближайшее время Да И начинать строительство Более важных зданий Потому что нам нужны доходы Ребята Иначе я так В трубу просто влечу Тут блин Придется всех разбойников В округе перебить И изнасиловать Я не знаю Что с ними еще придется сделать Чтобы эту деревушку Отстроить С такие расходы Сейчас Три тысячи на камень А как бы А сколько будет стоить скот Как я знаю Коровы в Средневековье стоили Блин просто Как бахерить Как мы дохера Понимаете ли Если камень стоил нам В три косаря То это ужас Это просто Это Жесть Так ладно Разобрались с камнем Поехали в Прибославицу Кстати А где находятся У нас разбойники Убить Вот он новый Блин В этом лесу походу Хотя да Здесь гектары леса Между Кстати говоря Вот на Сазава Монастырь этот Вот он красивый Красивый монастырь Который до сих пор Отстраивается Там посмотрите Какое поселение Перед монастырем Это просто жесть Я кстати в нем Особо не разбирался Здесь много всего Интересного есть И здесь даже есть Портной Блин Мне будут найти Достойного портного Чтобы купить себе Седло новое Потому что Мое седло сломалось Никто не хочет его чинить Ладно Поехали в Прибославицу Да Фух Это было конечно Тяжеловато Но мы справились По деньгам Просто я говорю Это жесть какая-то Это просто Какая-то жесть Как же сильно Бьет по деньгам Ну блин Строить сейчас Наверное Какой-нибудь Корчу будет бессмысленно У нас там не так много людей Хотя лесорубы есть Человек там 20 Поэтому О чем речь Субтитры сделал DimaTorzok О Озерцо Наш еще ручьек Звучит Мурчит Звенит Красиво все-таки Знаете Уже здесь как дома Это наше место Пока немножко пустовато Но вот так Если посмотреть на этот вид Знаете ли Уже как бы есть Уже ухоженное место Церквушку мы Да Реконструировали Так сказать Демонтировали Потому что Ну вот Вот так оно Все это дело сошлось Так Давайте поговорим Туда сейчас с купцом Не знаю Нужно ли говорить с ним Или нет Или он так принимает приказ По войску У нас аж две штуки есть Не знаю Если у нас лошади Но Вроде бы должно быть Да Да Приветствую лицарь А нет Ну то есть Не надо с ним даже торговать Что у тебя по деньгам Вот Вот Даже этот парень Уже начал развиваться Блин Просто мне Мне Кстати Спасительный шнапс Надо себе купить парочку Просто ценник у тебя просто Писец По 112 Ну тебя нахрен Потом куплю в другом месте Блин Свой же торгует За такие бабки Блин Продает Я про то что Даже он начал развиваться Видите У него 400 как бы денег 400 монет Оборот За сутки Это неплохо А у того парня 30 А он в талибернге В крепости Вообще Мне его жалко Я не знаю Хочется плакать Бедный парнишка Он со своими усами Лысня Там просто Всю жизнь просиживает И как бы Нихера была не имеет А я ведь Я хотел предложить ему Пойти ко мне работать сюда Но Он что-то отказался Как и торговец Из Ратая Ну Из Ратая Я понимаю Ты в столице торгуешь Там другой оборот Еще более крупный Но блин Это смешно Так Денег Денег Где мои деньги Мои бедные денежки Закидываю сюда Так сказать По максимуму 8 косарей Закину Так Ну давай смотреть Теперь камень Доступен Я так понимаю Нам Блин Расходы просто Купеческий дом Не справляется с этими расходами Ратуша новая Просто Вжирает бабла Да Каменные ресурсы появились Остался уголь Скот И зерно Ааа Еще уголь Надо найти Ах Жесть Какая Ну ладно Ладно Так Вот Расширенная ратуша Можем построить Расширенную ратушу Но Это еще только до просходы Там конечно появится Какой-то браконьерский рай Не знаю что это такое Милые красивые ручей Появятся Которые будут платить нам деньги Но это все смешно Огород будет Но Тоже Это не слишком много денег Так Церковь пока что подождет Нас Подождите Ааа Кузница Нужен уголь Кстати вот Кузница Это огромное доходище Но блин Нужен уголь Зараза Где его искать Для пекарни Нужен Ааа Блин Тоже пекарня Большой доход Но Нужно зерно Прям Нахера Камень Искал Если он тут вообще Нигде Блин Я так думал Сейчас камень найду И все будет хорошо А оказалось Что камень Нигде не нужен А для корчмы Нужно еще зерно Блин Я очень хочу корчму поставить Она Она очень много Бабла приносит Слушайте Очень много Бабла приносит Жесть Теренда Итискать Где-то зерно Ребята еще Просто Ладно, поищем зерно Пока что вроде бы я новых судов не вижу То есть ничего судить не надо Надо искать зерно Где-то в округе Капец просто какой-то Так, а где мы можем найти зерно? Зерновые поля В наших местных угодьях Хрен те его знает Камень у него хотя бы виден в округе То есть я хотя бы знал где он находится А зерно, ну это же Ну какие-то поля, да, абстрактные Корчму хочу, очень Я знаю, что в Уж... Нет, не в Ужице А в Нейхофе можно найти для себя Этого Ухажера за конями Не знаю, какой называется точно этот парень Который занимается конями Без обид Но у меня пока нет конюшни, поэтому Вот тут какие-то поля Блин, просто не знаю Ну сейчас будем скакать, искать Слушайте, у вас пока вариантов не так много Будем разбираться Так, ну что ж Нелегкая, ребята, нас привела Все-таки в Сазаву Я, ну, просто решил Знаете, пока искал камень Сидеть сюда Потому что, ну, как бы нам сказали Что есть какие-то слухи Какие-то проблемы Действительно камня С камнем пока я, ребята, не разобрался Потому что там надо какого-то найти Смотрителя местного Который занимается строительством На этой гребаной стройке, да Но это потом Я прибыл В сам город Сазава Который находится возле монастыря Для того, чтобы найти Ну, здесь много вопросиков было Заодно, так сказать, поищем Мне сказали Здесь надо найти местного Этого Рихтерша И, возможно, это он Занимается Ими продажей Этих Как его Скажите мне Зерна Здесь много полей Здесь много угодий И здесь, кстати говоря Вот что это за картинка Камней Короче говоря Здесь ребята занимаются Именно добычей еды Сейчас мы немножко Здесь поторгуем Садимый конь Коняшка А где мой конь-то? Подождите Я здесь местного броника Нашел Хочу немножко распродаться Потому что Пока шел сюда На меня был налет Из этих Из половцев Я никогда не видел Они мне очень много денег Принесли Сейчас я их броню Подпродам Чуть-чуть Чтобы денег Позаработать на этом Да Так Венгерский Да 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 Видите Какие ценники Просто Ну, как бы Нормальных ребят Мы встретили Просто Бабла подняли Сейчас мне кажется Даже это все Туда не влезет На продажу Ну, возьмем Сколько ездить Остальное все скинем Обратно Внутрь нашей лошади Саксонские перчатки Все дела Шлемаки по 800 Ну, тут, короче Полный комплект Жуть полнейшая Бабла сейчас Должна быть нормальная А потом пойдем Поищем Рихтер же местного Потому что Надо разбираться С пшеничкой Потому что Ну, хочется Для начала построить себе В деревушку Именно Корчму Потому что Корчма Это источник жизней Так Мастер Оот О, мастер Ни хрена себе Да, изделия Красивые Не поспоришь Мастер Можешь с вами поговорить Сэр Мне нужен бронник В Прибославицу Опа Его можно взять бронником В Прибославицу Мастер У меня есть для тебя Отличное предложение Не сейчас Сперва я должен Разобраться С этим ублюдком Захом Приходи ко мне позже С каким ублюдком Захом Ладно Разбираясь С ублюдком Захом Потом я приду У тебя позже Он нас не отшил Это уже хорошо Так Торгует вещми Ну-ка Давайте посмотрим Самая дорогая у него Яркая миланская Баригантина Защита 24 У моей 25 Моя немножко получше Но ценники Да, конечно, хорошие Магденбургские наплечники Блин, дорогие штуки Так, ладно Мы не для этого 2000 денег у него есть Это хорошо А у нас с ним Очень плохая репутация Поэтому ценники Просто не какущие Но хотя бы так Знаете ли Пораспродаваться Потому что Таскать себе Столько всего невозможно Закрытый пациент За такие копейки Берет Что просто охереть Блин, это Это воровство Среди белого дня На самом-то деле Но У нас нет больше вариантов Он вообще не покупает То есть Врата Я уже Так понимаю Репутация у нас Более высокая Поэтому там ребята За нормальные деньги Покупали А здесь прям За какие-то копейки У нас У нас лошадь уже Не может чунести В себе Там уже в ней Впритык Все Поэтому приходится продавать За 1600 Сейчас можем Немножко наторговать Вот-вот Все Остальное наторгуем Сейчас на 2000 Спокойно Давайте Он какой-то злой Зачем Что-то день Не задался Давайте за 1000 За 2 косаря Слушай Как тебе такое предложение Сойдет О Зато он хорошо Заговорчивый Так сказать парень Ремесленник Опа Храни тебя Бок Поторговать А у тебя что Денег ни хера Но у него есть Очень дорогие вещи А Ну то же самое У него один товар Это логично Так С каким-то этим Я хотел разобраться Не знаю с кем Но Так Это у нас священники Ну я так понимаю Если мы поможем Разобраться С каким-то неприятелем С которым У него есть Разлад То он отправится К нам В нашу деревушку Работать Ну скорее всего В кузницу Блин Ну я потом Поищу этого парня Так это у нас Медный тириктор Стоп Это не риктор Местный Подождите Очень похож на него Да Вот Сэр Я хочу купить зерна Для прибыславицы Вот Да Хочу купить зерна Ну да Я так сказал Мне нужны припасы Для прибыславицы Я взведу вас На лени деревни А Вот тогда Пандэви Стало быть И прям этим занялся Похоже на это Ну да Впрочем А сколько будет Мне нужно Кормить лошадей Не менее 10 сильных лошадок И мука Для пекарни нужна Ему придется Печь на целую деревню Могу устроить Но вам тогда Из своего кармана Ждется и возместить Все что не получит Наш господин Понимаю А нашли вы кого-нибудь Для перевозки У меня есть торговец Он о всем позаботится Вот моя цена 120? Так мало? Я думал Сейчас он там Вломит 15 тысяч Полцарства В придачу 10 женщин С большими грудями Ну нет Да я согласен В смысле Это ежедневный платеж А Это скорее всего Ежедневный платеж Слушайте А давайте попробуем Снизить цену Извините Не могу Мне надо Восполнять припас Она именно такова Вот моя цена Ладно Я согласен Так Ну в округе Там ладно Разбираться пока не будем Во Мы решили Проблему с пшеничкой Все Домой Сейчас надо строить Корчму И все у нас будет красиво Вот это я Блин Правда сейчас уже ночь Придется наверное дома поспать Блин Еще бы помочь Тому парню С кем он там хотел разобраться Я пока не знаю Может пойти сразу Разобраться с камнем С качеством камня Найти местного правителя Хотя хрен он где тут искать Персонажи с заданием Портной местный Ааа У вас есть писарь? Мне нужны книжки Мне нужны именно книжки Хорошие качественные книги Ааа Для развития Просто капец как Ребята вы бы знали Так где он находится? Как мало писарей Здесь вообще в принципе В местной округе Что я прямо готов Вот он Сазовский писарь Он сам ко мне вышел Прям почувствовал Ааа Поторговать Так Мне нужны именно Обучающие книги Букварь Ааа Третьего уровня Так Вот В корзину В корзину Он мне нужен Да Так Кузнецы Ааа Как без Нет это не то О половцах Мне нужны Именно обучающие книжки Книга Оратае Это конечно хорошо Вот Это что у нас такое Второй том Повествующий о славных деяниях Боговинских воинов Нет Ну это херня все У тебя так мало У тебя всего одна книжка Для обучения Блин Как же это печалит Ну хотя знаете Это лучше чем ничего Поэтому Окей Это неплохо Это неплохо Блин здесь реально Большое поселение Знаете Лео Вот этого монастыря Прям Честно говоря Я даже не уверен Что Ротае Именно по количеству людей Даже больше Возможно Этот пригород Ну он огромен Сами посмотрите На эту деревушку Она гигантская И еще есть поселение Вот здесь Здесь кстати Даже у Более огромной Есть корчма Где нас ждут Прям там Какие-то задания Просто Где нас ожидают Но я сюда еще вернусь Но четко попозже С камнем Наверное разберемся Четко попозже Опять же Тут у нас тоже Какие-то ребята ожидают И с углем Мне тоже Вспомнилась одна вещь Помните мы находили Вот тут где-то по реке Были вот-вот-вот Лагеря Где ребята Сжигали деревья Добывали уголь Надо бы с ними Тоже будет поговорить Но опять же Позже Для начала Надо построить себе Корчму Хочу Корчму Поехали Ты слишком перегружен Конечно же Куда ж Куда ж без этого Без моего Перегруза бешеного Шлемаки Скинь В лошадь Все Погнали Блин Просто счастлив Что добрался до Сазавы Потому что раньше Я думал Что ничего больше Чем Ротае нету Но теперь вы понимаете Что маленькая Ротае Да это столица Да это крепость Это Ну безусловно Но Там живет правитель Местной губернии Но Посмотрите именно на весь масштаб Вот так вот Вот в таком разлете Сазава реально покрупнее будет Поэтому у нас появился новый центр Торговый Где мы можем заниматься Многими вещами Единственное что у нас пока что Здесь репутация Ну Никакая Поэтому Будем ее набивать Чтобы были на более хорошие цены Более благоприятные Опа Это не мы случайно? Нет К сожалению нет Надеюсь сейчас не будет никакого разбоя Хотя мы сейчас к ночи прибудем Неприятно конечно Тут реально в этих местах Блин Слишком много половцев Потому что они по лесам Херачат А половцы ребята такие Ну Они серьезные Я бы сказал В броне в хорошие Это конечно доход большой Но В большинстве случаев Можно отходить пиздюлей И откинуться Этот лес Вообще неприятен Так Что за задержки Вокруг Ну и разбой Могу сбежать Пожалуйста Давай Давай сбежим О Удалось Фух Просто не хочется На это время тратить Знаете Иногда бывает Разбой Из разряда Ну Пьяный паин Терять нечего Там С одной мотыгой Выходит Ну его даже убивать Как-то не знаю Не хочется А бывает так Что на тебя влетают Падение на дороге Оооо Не смог убежать А бывает так Что серьезно Дядь к нам нападает Кто это Ой Ну я тут Красс таки Из разряда Когда на тебя Напал Кой-то Чмошник Который Нечего Было Терять Ну Дружище Ну Нахера Ты Это Сдел Ой Ну Дурак Ты Старый А я Его руками Что Лебью Нет Или я С мечом В руках Подождите Нет Я С мечом В руках А Ну Все 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 У тебя были сообщники Или нет Для чего Да поесть Нам сейчас Что-нибудь Поедим Это не вопрос Где он тут Сдох То Блин Даже Не видно Так Топор Его Хотя Сам Засранец Ёлки Палки Ах Не видать У меня Кстати до сих пор Яд на мече Пропитан Поэтому Он так Легко Умер Да где Ты Есть Зараза Ах Дурачок Надо же Было Напасть Да Молодец Блин Сдох Вообще Ни за Что Просто Идиотто Просто Идиотто Так у нас Что-то было Покушать Слушайте Давайте Посмотрим О Есть Яблочки Кстати Говоря Сразу Полегчало Блин Испорченную Пищу Схавал Терми Неприятные Послевкусия В желудке Я даже Скал Ужасное Нападение Ну не Давайте Уклониться Не хочу В этих лесах Одни Бомжи Обитают Надо Реально Нанимать Себе Стражников Сюда Чтобы Все Было Хорошо А то Как-то Я за Корчму За Купца Переживаю А просто Первый В залете И У меня могут быть Проблемы Так Где заезд В центр Деревушки Давненько Небо никаких Судебных Разбирательств Если я никого Не судил Давненько Мне прям Не нравится Я бы хотел Кого-нибудь Наказать Разобраться Кто-то виноват Муж Жена Все дела Так Спать Мы пока Спим Вот здесь Да Рихташ Правитель Спит здесь Это ужасно Я в курсе На что поделать Приходится Тебе нужны Гроши Букварь Что я Все Оплатил Блин Какие У меня Уже Поножи Классные Так Где этот Букварь Вот он Давайте Прочтем Удобство Места 150% Ни хрена Себе Вот это Я присел На лавочку Это что Лавочка Архимеда Или что На этой Лавочке А в будущем Будет открывать Законы физики Альберт Энштейн Ого Просто Все навыки Схлопнул За раз Так Что у нас Там С оплатой Мы можем Строить Или нет Вы отошли Или нет Вы до сих пор Дуетесь Что типа Все плохо Бля Они до сих пор Дуются Ребят Ну вы че Ребята Кстати говоря По-моему Новый суд появился Да Надо пойти Что-нибудь Посудить Ну какого Черта Ну я же Оплатил Все Так Ладно Новый суд Давайте разбираться Боюсь Плохие новости Очень плохие Но выбора нет Выкладывай что там Произошло Две повозки Которые Провались сюда С зерном И фуражом Попали в засаду Банды половцев Вознительным чудом Отлось уйти Но все припасы потеряны Проклятье Это ужасные новости Хуже чем просто ужасные Эти припасы Изначались на целый год И мы не можем Их заменить А нам и так Нелегко По-моему Довешу пришлось Урезать долю Тальнберга Чтобы выделить нам Припасы Итак у нас нет зерна для пекаря Нет фуража для конюшен Боюсь что нет в инжерах У нас осталось лишь два выхода Один хуже другого Либо мы идем со шляпой в руках Впросить еще раз И выглядим бездарными придурками Лема случай нам очень повезет Если нам что-то выделят Хмм Не слишком вдохновляюще Должен признаться Вторая влажность Разбойников Все еще есть несколько мешков зерна Но они сами его купили Мы можем его реквизировать А работников Но это заставит людей Вас ненавидеть Причем это будет Не только работники Понятно Твою мать Я не хочу забирать у работников их зерно Это же просто жесть Это у своих же работников забирать Мне отбросы не нужны То есть у нас что вариант такой Либо нам дают какую-то херню вместо еды Либо мы реквизируем еду У наших людей Это жесть какая-то За пятисотку Мы можем сейчас закупить себе Просто дерьмо еды Спровоцировать мятеж Это вообще жесть как звучит Капец Капец Ситуация Просто дерьмо Так Ну вроде бы у нас там Было расположение духа неплохое Со стороны людей Не знаю Надеюсь они сейчас не поднимут мятеж Плюс я сейчас скоро построю корчму Ребята Все для вас Какой сложный блях У нас украли зерно Сука Ебучие разбойники Ненавижу их Просто ненавижу Блин Еще эта херня Мне надо поспать Чтобы Засчиталось Что я заплатил все Вполне денег Кстати удобство кровати Выше чем Вот та вот напольная Охереть просто можно Оказывается На этой кровати Гораздо лучше спать Чем на Блин Буду знать Так мы можем работать Или нет Какого хера Деньги давно уже лежат В этой В сундуке Я хочу построить что-то Мы тут занимаемся Всякой херней За это время У нас уже украли Наши припасы Это просто жопа какая-то Какого черта Деньги здесь В смысле мы строить не можем Вы что совсем зажрались что-ли Вот собаки же блин Просто Злость нет на этих ребят Ну наконец-таки Мне зачли Гроши Мы можем построить Корчму Ура 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 Так Похер на еду Похер на все Занимаемся строительством Я хочу корчму Сейчас так Припасы есть Припасы засчитаны Хорошо Наши еду из деревни Блин Это кстати была не просто Не пшеница Не то что вы подумали Нет это не пшеница была Которая Которая я заплатил Это херня То есть это все не то У нас есть Как это сказать Купический дом Ушел в минус Охереть просто Он закупает Да еду Пшеницу Я понимаю У нас сейчас вся деревня Это именно 500 в сутки Плюс еще это засранец Буквально косарь улетает У нас за день Это жесть У нас Украли запас Для наших работников То есть есть запас еды Который нам выделял Наш правитель Этот из Пан Какого там Дэвиш Гануш То есть Ну именно запас Для того что деревня жила То есть есть какой-то Процент Который получает А нет правительство Грубо говоря Так пекарню Можем построить сейчас Да пекарню Пекарня Мясника не можем Конюшня Хорошо Караульный дом Пока не можем Купеческий дом Корчма Корчму можем поставить сейчас Можем Можем Восемь тысяч В таверне всегда тесно Да Нам нужна корчма Построить Давай А где он есть А все понял Бежим Фух ребята После стольких проблем Перипетий И ужасных всяких вещей Мы наконец-таки Вложили деньги И построили корчму Я не сказанно рад этому Потому что это Это первый такой шаг В большую Жизнь нашей деревни Это прям радует Сейчас посмотрим Насколько будут Высокие доходы Этой корчмы Я буду в нее По максимуму Сейчас вкладываться Потому что Очень хочется Именно заиметь Высококачественную корчму А Прямо у колодцев Не устроить Это логично О да Вот это приятно видеть Вот это мы построили За 8000 Вот Вот Девушки поперли Нормальные молодые Вот Людей зазвать Можно отдыхать После работы Ох Вот Вот это Вот это Нормальная Постройка Прям глаз Радуется Блин Жрать конечно хочу Ну вот Теперь есть Где отдыхать Это прям Да У нас теперь Есть собственная Корчма Тут в принципе Добавить то Больше нечего Так сказать Потому что Ну Корчма Это уже Очень хорошо Так Я бы хотел Покушать у вас Здесь Все таки Я местный правитель Можно мне поесть Спасибо Служанка из корчмы Здесь прям Помещение Здесь люди могут спать Я так понимаю Ну то есть Заниматься разными вещами Вода появилась Теперь колодец У нас оборудован Не просто Дырка В земле А вот прям Водичка Водичка Это Это приятно Сейчас подведем Итоги наших Расходов и доходов Где твой факел Мне что если без факела Я местный правитель Чего хочу так и делаю Хочу хожу без факела Пошел в задницу Сейчас заценим Наши расходы и доходы Тогда будем дальше Планировать Что будем строить дальше Да Пятисотка от корчмы Мы теперь Ровно в ноль вышли Теперь у нас столько Расходы на Нашу На нашего этого На нашего Землимера Репутация у нас сотка То есть репутация не попортилась Как бы мятеж Это ну Там если мятеж Будет где-то в Тайлинберге Это не наша проблема У нас своя деревня Да Она заняла Своё почетное место На этой картиночке Прям Прям я не знаю Там вроде бы Можно её как-то Модернизировать ещё Слушайте Я бы прям сейчас К неё вложился На полные бабки Пекарня Это конечно хорошо Сушили Тоже доходы сумасшедшие Просто Тут такие цифры Сейчас идут Что реально Можно выйти В такой достаток Прям Чтобы оно ещё приносило Вот корчма Игра в кости У нас уже есть Пивоварня Будет стоить нам 2000 Пивоварня Будет стоить Ааа 2000 А нет Я сейчас могу Поставить игру В кости Её сейчас нет Но можно поставить её Игра в кости Будет тоже приносить Нам бабла До херища Блин Да давайте сделаем Хер ли нет Давайте построим Меня попёрло А Ночью строить нельзя Я понимаю Ладно ребят Тогда я предлагаю На тапках закончить Эту потрясающую серию Блин Вот на самом деле Сейчас мне было прям приятно Этот день провести Даже несколько дней В какими домками Потому что Были проблемы Всё поэтапно решалось В конце концов Проблем стало ещё больше Но мы вышли В какой-то Благоприятный финал У нас теперь есть корчма Есть место Которое приносит нам Большие доходы Мы вышли в ноль В самоокупаемость Сейчас дальше пойдём в плюс И поэтому теперь Нам не придётся Так сказать Ездить по всем местам Искать разбойника Вбивать их Чтобы получать деньги У нас теперь есть доходы С нашей деревушки И это Радует глаз Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Всем удачи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok